всем огромный привет добро пожаловать снова на мой канал меня зовут лада и сегодня у нас с вами парфюмерное видео сегодня я хочу снять видео на которые я получила запрос меня попросили снять видео об ароматах в моей коллекции которые нравятся моему мужу ну что ж я с удовольствием выполняю вашу просьбу и сегодня мы поговорим именно об этих ароматах перед тем как мы начнем я конечно же с удовольствием хочу пригласить вас в свой телеграм-канал я его сейчас активно развиваю каждый день я стараюсь там выкладывать какие-то посты обновления практически в режиме life все что я делаю все что со мной происходит какие-то отзывы и прогулки шоппинг в режиме life также если я хожу по магазинам я обязательно снимаю что-то показываю наши прогулки с ребенком и семьей в общем очень очень много интересного добавляйтесь конечно же я буду вас очень там ждать по словам моего мужа у него уже просто все перемешались ароматы мои в голове и в носу он уже вообще ничего не различает когда я пытаюсь ему рассказать про тот или иной аромат он говорит я не знаю они меня уже все перемешались возьми говорит перелей их в одну банку потому что он же говорит у тебя их чересчур много и я горит уже вообще не в них не разбираюсь но есть у меня все равно несколько ароматов которые я знаю что он просто обожает потому что именно на них он всегда делает мне комплименты независимо от того что у него там в голове и в носу уже все ароматы перемешались но эти ароматы он узнает и не то что узнает он делает на них комплименты постоянно регулярно и я понимаю что они ему реально нравятся по таким вычислениям своим я заметила что ему не нравится возможно мускус потому что он ненавидит направление кирки именно вот эти вот звенящие колки и ноты с мускусом когда я наношу аромат из этого направления он бедный просто сходит с ума говорит я тебя умоляю не душись этими духами он думает что это одни и те же но это разные я пытаюсь и такой и такой и такой нанести но он каждый раз думать что это один потому что это одно и то же направление и они между собой похожи туда входит кирки jardin эксклюзив erbo pura ля капитал вроде тоже оттуда и я так понимаю что знаете вот этот мансеровский мускус который присущ всех всем их ароматом он не выносит потому что тот день мы ехали за город нам ехать надо было три часа и я с дуру почему-то надушилась ароматом instant краш от мансера но он принципе знаете из того же направления что и кирки jardin эксклюзив и так далее они вот немножко с этим звенящим мускусом и я как только села в машину но я думала что раз он не любит направление кирки то здесь совсем другое и ему будет нормально но он подумал что это опять тот аромат говорит ну ты что издеваешься у тебя столько духов ты не могла надушиться чем-то другим и я думаю были нам ехать еще три часа instant краш от марс от мансеры тоже в ту категорию я теперь стараюсь этими ароматами дома не душиться чтобы и не вытравливать его душусь ими все равно но если ухожу куда-то и душусь уже непосредственно или на улице или в машине чтобы дома не оставлять за собой вот этот шлейф а любит он знаете такое направление люкса вот во всей подборке сегодня будет только люкс только два аромата здесь ниши которые я даже была удивлена что ему понравились потому что я так понимаю что ниша ему вообще не заходит он любит такое знаете сладенькая легкая необременяющая фруктовая он очень любит вот эти вот фруктовые сладкие ароматы ну что давайте начнем с аромата который безусловный любимчик у моего мужа и это аромат шанель шанс фреш давайте я сначала буду рассказывать о том какое его отношение к аромату как возможно он его слышит а потом уже я буду говорить о нотах и характеристиках и так далее я так думаю что он этот аромат любит не потому что ему нравится именно сам аромат а потому что этот аромат имеет историю между нами и как-то он у него ассоциируется вот именно с нами с нашими отношениями я уже рассказывала историю этого аромата и не раз и в прошлом своем видео о своем парфюмерном шкафе я тоже рассказывала но так как мы говорим сегодня в частности о моем муже то я не могу не рассказать снова эту историю мы с моим мужем познакомились по интернету и восемь месяцев мы были в разлуке ждали пока я получу визу приеду к нему в америку и мы обменивались какими-то посылками я послала ему посылку с плюшевым мишкой и надушила этого мишку этими духами и вот с тех пор у него ассоциация этих духов со мной вот с нашими с нашей истории вот с отношениями которые у нас были когда мы были в разлуке вот эти чувства переживания и так далее не знаю вот как-то у меня и у него этот аромат настолько заякарен вот с этими событиями что уже ну ничего ты с этим не поделаешь и наверное поэтому он его любит я не я может быть если бы и не было такую историю этого аромата может быть бы он и не был его любимчиком я не знаю но мы этот аромат между собой называем мишка и он всегда есть моей коллекции он не всегда его дарит как только он меня заканчивается что по нотам это у нас цитрусовый аромат легкий летний звенящий здесь у нас цитрон лимон пачули конечно же шанельевские но не такие пачули которые я не люблю я не люблю пачули в кухом адмуазель например они там меня очень сильно душат и давят я не люблю этот аромат а здесь это такая легкость она обыграна цитрусами и даже эти пачули здесь и не ощущаются очень легкий летний звенящий аромат освежающий вот прям освежающая такая водичка вы нанесли ее вышли на улицу в летом в жару и вам хорошо вот такой вот в общем любимчик номер один моей коллекции у моего мужа следующий аромат я бы поставила его на второе место или даже на первое потому что я в последнее время не так часто душусь шансом чаще на мне можно услышать вот этот аромат и он просто его обожает это аромат от lancome и доль нектар это фланкер который очень похож с классической версии но он намного слаще это аромат безусловно любимчик у него потому что несмотря на то что он уже не различает ароматы мои этот аромат он вычленяет всегда каждый раз когда я его наношу он не узнает его не говорит что а вот этот аромат нет но он каждый раз делает на него комплимент что подтверждает то что он ему очень нравится каждый раз я его наношу, он говорит, вот этот аромат я люблю, он не знает, как он называется, он не знает, как он выглядит, но он его постоянно на мне узнает, и говорит, вот этот аромат я люблю, вот этот аромат носи всегда, и, кстати, его подарил он мне сам, ну, как сам, я выбрала, но подарил он, и я ему всегда говорю, это ты мне подарил, он говорит, видишь, какие я хорошие духи выбираю, видишь, какой у меня вкус, не то, что у тебя. Здесь у нас роза с попкорном, девочки, очень красиво обыгран попкорн в розе, розы здесь очень много, она здесь и турецкая, она здесь и грасская, но вообще я розу не люблю в ароматах, вы, наверное, уже это наизусть знаете, я об этом постоянно говорю, но здесь она очень красивая за счет попкорна вот этого что ли, очень сладкий аромат, очень красивый аромат, он на лето будет очень хорошо, я его часто наношу, когда мы едем на пляж, на море и в сочетании вот с этим бризом морским он очень красиво играет и при этом очень стойкий и очень шлейфовый, он выдерживает испытания и морем и ветром морским, этот ветер его подхватывает, начинает с ним играть и он просто начинает звучать какими-то новыми сладкими красивыми гранями, и потом, когда я сажусь в машину, от меня им пахнет, как будто бы я и не стояла только что в ветре и в соленой воде не купалась, девочки, хочу повторить снова о том, что знаете, ароматы это такая вещь, которую любой человек воспринимает по-своему, у нас разные вкусы и разные предпочтения, вот я просто умираю, когда мне в комментариях пишут, мне один раз написали, что у меня анасмия, анасмия это когда у тебя потеря обоняния и ты там не различаешь запахи и так далее, ну блин, серьезно, это просто различие вкусов, кому-то нравится, кому-то не нравится, и я считаю, что нужно друг друга уважать, уважать предпочтения и вкусы других людей, например, я пишу, этот аромат будет красиво звучать на море, например, да, и мне начинает в комментариях кто-то пытаться доказать обратное, что нет, он на море не будет звучать, он там такой-то, он такой-то, он удушающий, ну может быть вам он удушающий и на море вы его не выносите, а мне на море он нормально, и это не значит, что он не может быть использован на море, я не заставляю вас тоже носить его и ехать с ним на море, это просто мое видение и мой опыт, я рассказываю то, как я его использовала, где и что я от него не задохнулась, и он прекрасно раскрылся в той или иной среде, это не значит, что я заставляю вас делать то же самое, это не значит, что я вам навязываю этот аромат, если вам не нравится какой-то аромат, это не значит, что он плохой, просто он не в вашем вкусе, или для вас он именно в этой среде не раскрылся, вам нравится носить его, например, вечером, зимой, у меня, вот, знаете, я, если мне нравится аромат, я буду носить его и зимой, и летом, и ночью, и днем, и в пир, и в мир, и куда угодно, и в кинотеатр, и на прогулку с ребенком, и в ресторан, для меня вот нет таких разделений, если мне нравится аромат, он меня нигде не задушит, я не знаю, согласны вы со мной или нет, но просто вот знаете, когда начинают вот мне доказывать в комментариях обратно, что нет, вот этот аромат ужасный, или что вот, ну его так не используют, ну блин, если вам он, например, не заходит летом, а мне он заходит летом, я, например, живу в другом климате, где этот аромат может зайти, простите за мои эмоции, но просто немножко, знаете, вот такие комментарии вот убивают, мне, например, если не нравится какой-то аромат, я в жизни не стану говорить, что фу, это вонючка, или там, боже, как это можно носить, кто-то его носит, там, у него что-то с обонянием не в порядке, я, например, не могу переносить фордовские орхидеи, или, например, ганимед, я заказала себе пробник, так я чуть с ума не сошла, каждый раз, когда я его просто вот так подношу к носу, уже не говоря о том, чтобы им надушиться, у меня просто рвотный рефлекс, простите поклонники ганимеда, но это не значит, что я должна ходить по комментариям везде, у всех, кто его хвалит, кто им восхищается, и писать, что фу, да это же ужас, как вы им можете душиться, ну, если человеку нравится, у всех разные вкусы, то ради бога, пусть он носит, я знаю, что у него много поклонников, просто это не мое, но зачем же начинать вот этот вот обсирать, и чуть ли не на личности переходить, что у вас вкуса нет, если тебе не нравится, никто тебя не заставляет носить, но и переходить на личности вот до такой степени, это тоже, я считаю, просто неприемлемо. Дальше, на третье место я поставлю аромат от Mugler, который называется Angel Nova, этот аромат тоже он очень любит, и тоже каждый раз, вот не бывало такого раза, чтобы я его нанесла, и он мне сделал мне комплимент. Здесь у нас малина с личи, это яркий, фруктовый, малиновый аромат, я бы вот даже сказала, знаете, что это малиновая газировка, звенящая, вот эти вот аж пузырьки чувствуются, вот как будто бы вам принесли стакан с малиновой газировкой, вы его пьете, и пузырьки прям ударяют вам в нос, очень яркий, очень красивый, он так красиво раскрывается, стойкость неимоверная у него. Когда я первый раз затестировала его в магазине, я брызнула себе на ладошку, и у меня ладонь потом пахла, ну, два дня это точно, не мыло там, не душ, ее ничего отмыть не могло, и настолько он мне въелся в нос, что мне пришлось пойти купить, потому что я нюхала вот эту свою ладонь и наслаждалась. Любительницы сладкого, фруктового в парфюмерии однозначно вам понравится. Мой муж говорит, что это аромат дорогого магазина в дорогой гостинице, вот он в прошлый раз, я его нанесла, и он говорит, знаешь, чем ты пахнешь, вот как будто бы я приехал в дорогую гостиницу, зашел в дорогой бутик с одеждой, и вот там пахнет вот так вот, какой-то роскошью и богатством, не знаю, вот такие вот ассоциации у него с ним, но аромат однозначно очень красивый, и у меня он тоже в любимчиках, я подсадила на него также свою сестру, вот сейчас я им надушусь, и потом пахнуть буду два дня, вот, иногда из-за этого я его немножко обхожу стороной, потому что я очень люблю менять ароматы, прям я вот могу в день три аромата поменять, днем, там, утром и вечером, если я куда-то иду, и он, ну, выветривается аромат, вот этот аромат у вас точно не выветрится, если вы его утром нанесете, до вечера он на вас просидит, иногда поэтому я обхожу его стороной, потому что знаю, что вдруг вечером я захочу что-то другое нанести, а пахну все еще Энджелом. La Petite Rob Noir от Givenchy. Девочки, я знаю, что я в прошлом видео показывала этот аромат, и есть у меня девочки, которые тоже по моим рекомендациям решили заказать его, но перепутали и заказали другой, потому что этих фланкеров у этого аромата, их, наверное, штук 10, вот этих платьиц, вот, у меня именно это классический, но в туалетной воде, здесь платьица вот такое вот без рукавов, как коктейльное платье. Этот аромат для меня уходовой косметики, он с вишней, здесь вишня в нотах, она, знаете, вот именно как будто бы какой-то гель для душа или шампунь, вот для меня это запах того, как пахнет женщина, которая вышла только что из душа, она чистая, она благоухает вот этими банными уходовыми средствами, очень такой, знаете, деликатный аромат, аромат какой-то пудровый, красивый вас обволакивает вот этой дымкой вокруг себя. Я тоже очень долго не могла разобраться, я вообще купила его по ошибке, я хотела купить аромат классический в парфюмерной воде, там платье вот такое же, только у него такие фонарики, но в тот момент, когда я его брала, я тоже не сообразила, что оказывается их там штук 10 разных фланкеров, и по ошибке купила туалетную воду, а не парфюмерную, но как же я счастлива, что я ее взяла. Я вообще этот аромат ношу только дома, я не знаю, вот мне кажется, я его ни разу на улицу еще не выгуливала, обычно я люблю по вечерам, когда я выйду из душа, ороситься им, и каждый раз, когда я это делаю, муж делает комплимент, говорит, как ты вкусненько пахнешь, ему нравится, вот это тоже один из его любимчиков. Я не сказала бы, что у него прям очень сильная стойкость, в прошлом видео, где я его показывала, мне очень много девочек написали в комментариях, что у них он стойкий, вам повезло, потому что на мне он совсем не держится, он держится на мне, ну максимум часа, может быть, 2-3, ну 4 потолок, и все. А на улицу, вот не знаю, не тестировала на улицу, возможно, если нанесю на улицу, там вообще еще меньше продержится. Далее по списку аромат, пробник которого лежит у меня уже очень давно, уже где-то примерно около года, но я им какое-то время не пользовалась, вот не знаю, как-то вообще совершенно про него забыла, а вот буквально недавно вечером нанесла его, и муж как его только унюхал, говорит, как вкусно от тебя пахнет. И вот прям весь вечер он мне делал комплимент на него, и еще говорит, вот душись теперь только им, больше ничем не душись. Это аромат от TAR Collection, который называется Haltat Night. Это аромат про вишню, кальянную вишню, немножко дымную такую вишню, но он у меня вот год постоял, когда только мне этот отливант пришел. Это была очень напористая вишня, очень громкая, немножко душащая, давящая. Но вот год он у меня постоял, этот пробник, и он превратился просто в вишневый пирог с яблоком и корицей. Такой нежный, теплый, очень согревающий, красивый аромат, вот тоже ему понравился. Далее аромат от Ex Nihila, который называется Last in Paradise. Тут у нас розовый перец, личи, пион. Я не являюсь фанатом этого аромата, но мой муж является. Вот каждый раз, когда я его наношу, он всегда говорит, какой красивый аромат, как мне нравится этот аромат. Я не знаю, чем он его так зацепил. По мне, он похож немножко вот в это направление, которое он не любит, потому что он такой, знаете, звенящий, острый, яркий, холодненький. Он похож немножко с Floor Narcotic, но здесь прям слышен вот этот розовый перчик. Он не настолько сладкий, как Floor Narcotic, но он из того же направления. Если вы присматриваетесь к Floor Narcotic, но он для вас чересчур сладкий, такой, что аж прям зубы сводит, то обратите внимание на вот эту альтернативу Last in Paradise. Очень красивый и интересный аромат. И, как оказалось, мальчикам тоже понравится. Следующий аромат, это аромат от Bayredo, который называется Baldafreak. Этот аромат мне лично полюбился не сразу. Ну, я так, знаете, немножко попользовалась. Потом он у меня полежал какое-то время, долгое время. И когда остались остатки в пробнике, я решила, что надо его добить все-таки. И вот нанесла я его, спускаюсь вниз, и вдруг, неожиданно, он очень сильно нравится мужу. И мне, кстати, тоже. Вот что-то как-то изменилось в мое восприятии к нему. Он за вечер, наверное, раза три мне сделал комплимент, что очень красивый аромат. И я сама так тоже прислушиваюсь к нему. Думаю, да, реально красиво. Он как-то немножко поменялся. Это, знаете, такой фруктово-цветочный свежачок. Как будто бы аромат чистоты. Вот, знаете, он тоже вот из направления какого-то немножко шампуня, что ли. Вот я не знаю, я так воспринимаю. Но очень красивого, уходового какого-то средства, запаха чистоты. По описанию парфюма, это африканский бал в Париже. То есть сочетание африканской и французской, а вернее даже более парижской культуры. И я реально в этом аромате слышу, знаете, вот какие-то африканские мотивы. Я даже не знаю, вот я никогда в жизни не была в Африке, но вот как будто бы передо мной, перед глазами встает картина, когда я слушаю этот аромат, что вот африканские женщины в длинных этнических платьях, несут корзину с фруктами на голове, придерживая ее рукой, босые, с браслетами. Вот я не знаю, пахнет мне вот именно это так. Очень интересный аромат. Я знаю, что популярный, я знаю, что очень много у него поклонниц. Мне тоже понравился. Я вот подумываю взять себе флакон. Тем более мужу тоже понравился. Когда я сегодня готовилась к видео, я обнаружила, что у меня там всего лишь 7 флаконов, которые я заметила, что ему нравятся. И я попросила его просто понюхать мои флакончики и сказать, если возможно, какие-то еще ароматы ему нравятся, чтобы я тоже их включила. Не такие явные, на которые он всегда делает комплименты. Но он пришел, послушал флакончики. Конечно, половина вот из-за этого, то, что я вам только что показала, забарковал, сказал фу. Я говорю, что значит фу? Я каждый раз, когда в них ты мне делаешь комплименты. Ну, так, говорит, непонятно. Ну, после того, как я нанесла там куда-то на кожу, он понюхал и говорит, а, да, да, нравится точно. И, значит, выбрал мне еще два флакона, которые ему нравятся. Еще один шанс. Это у нас шанс тендер. Сладенькая айва с грейпфрутом. Очень красивый аромат. Это просто красота неимоверная. Девочки, если вы хотите приобрести себе шанс, но не знаете, какой из них выбрать, потому что их там четыре, и если вы поклонник фруктового направления, сладенького, то однозначно вот на этот шанс стоит обратить внимание. Это очень красивая сладость, легкая, знаете, неудушливая. И не такая вот, что прям сахара туда насыпали. Нет, там нет вот прям вот явного сахара, но он сладкий, фруктовый, освежающий. Невероятная стойкость. И шлейф. Это самый шлейфовый аромат в моей коллекции. Этот шлейф будет за вами идти, я не знаю там, вот где вы находитесь, если вы на работе, по всему офису можно будет вас отследить по этому шлейфу. Именно так у меня и было, когда я работала в офисе. В моей коллекции я, ну, насчитала бы, наверное, на одной руке пальцев именно ароматы, которые я могла бы охарактеризовать красивые. То есть не сладкие, не звенящие, не звонкие, не сексуальные, а именно красивые. Вот красивый аромат и по-другому его не назовешь. Этот аромат один из них. Он чарующий. И знаете, он для меня пахнет вот прям богатством и роскошеством. Как будто бы ты нюхаешь вот именно богатую женщину. И да, муж тоже выбрал, говорит, это тоже мне очень нравится, это тоже мой любимый, говорит. Заноси его в список. И последний аромат, который он тоже выбрал, но я не ожидала, что он его выберет, потому что ни разу я не помню, чтобы он делал мне на него комплимент, но говорит, мне очень нравится. Это аромат от Juicy Couture, который называется We. Уже миллион раз его показывала и уже подсадила некоторых девочек на него. Уже мне писали в Telegram отзывы, что они купили, им очень понравилось. И одна девушка мне написала, что она тоже присматривалась к этому аромату, но потом увидела на него где-то отзыв, что он будто бы пахнет дешевой каталожной парфюмерией. Ничего подобного. Это вообще не дешевый запах, несмотря на то, что это Juicy Couture. Может быть, кто-то относит ароматы Juicy Couture, знаете, к каким-то 90-м годам, и они ассоциируются у них с временами, когда Перис Хилтон ходила с собачкой под мышкой и рекламировала вот эти все Juicy Couture с бантиками на крышках. Он вообще не такой. Он пахнет просто великолепно. Тут нет никакой дешевизны. И вот муж даже только что его понюхал. Я говорю, ну ты же никогда не делал на него комплимент. Он говорит, не делал, но он мне нравится. Он пахнет именно Шанелью, говорит. Он вот из разряда вот этих, говорит, шансов. А Шанель у нас, как мы знаем, дешево не пахнет. Это аромат про арбуз. Взрыв арбуза, взрыв фруктов в лето, в летнюю жару. Освежает. И здесь есть и кислиночка, здесь есть и сладиночка. Если вы любите фруктовые ароматы, вот прям без затеста берите. Он сейчас, кстати, ну не такой уж дорогой. У нас вообще он практически, можно сказать, бюджетный. Тридцатку можно, наверное, я не знаю, за 40 долларов купить. Ты пришел? Да. Сидишь тихо? Точно. Ой. У нас тут гости. Но я уже практически заканчиваю. Очень красивый летний освежающий аромат. Я вот прям советую его всеми руками и ногами. Его даже можно дарить, знаете, девочкам, подросткам, потому что он такой вот, ну какой-то девичий. Если не хотите брать вслепую, то пробник однозначно стоит взять, чтобы познакомиться с этой красотой. На этом закончилась наша подборка. Я однозначно буду набирать на вторую часть. Если у меня будут появляться какие-то новые ароматы, и он будет их хвалить, делать комплименты, и я пойму, что они ему нравятся, то однозначно буду их добавлять куда-то в подборочку и сниму еще одну часть об ароматах, которые нравятся мальчикам. Пишите, конечно же, в комментарии обязательно, какие ароматы любит ваш муж или ваш бойфренд, ваша вторая половинка. Очень интересно послушать, какой самый любимый аромат у вашей второй половинки в вашей коллекции. Какие ароматы они любят? Сладкие или, наоборот, мускусные, тяжелые. В общем, очень интересно будет почитать и с вами пообщаться на эту тему. Огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Я, конечно же, буду очень рада вашему лайку, вашей подписке на канал. Если вам нравятся парфюмерные видео, то в последнее время они у меня стали часто выходить, потому что я вижу ваш отзыв, я вижу отклик, я вижу, что вы подписываетесь на такие видео, комментируете. И я понимаю, что мне надо снимать такое почаще. Огромное всем спасибо, кто уже подписался. И спасибо тем, кто еще подпишется. Я желаю вам отличного дня, хорошего настроения. И, конечно же, мы с вами увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok